Мы сегодня с вами на территории воинской части 75-274. Неожиданный начало видеоролика. Отделение собаководов. Не могу расшифровать, даже прочесть. Осторожно. Я на территории собаки посторонним ход строго воспрещен. Но мы же не посторонние, правда. Я забрел сегодня сюда совсем с другой целью. У меня не было целью снять именно этот собачник или отделение собаководов. Так уж получилось, что попали сюда и выходить уже нужно к велосипеду. Идти все равно. Тихонечку сделаем видеоролик с этого отделения собаководов и пойдем далее. Вон так, прямо. Может, видите, что-то у меня с камерой случилось. Вон там прямо находятся брусья. Вон там, может, только четыре или шесть. Да, делаю заключение, о как, что это был спортгородок. Быть может, будка собачья одна. Пройдем по этому отделению собаководов. Посмотрим, что здесь есть. Я помню, в первых альбомах фотографии размещал. Люди комментировали, что знают. Надеюсь, и этот ролик будет полезен. Осторожно, дверь открывается. Можно пройти сюда, с другой стороны. Везде можно пройти. Погода пасмурная. 1 октября 2014 года. Алтеслагерь. Расположение воинской части я уже назвал. 75-244. Если я ошибусь, поправьте. Ну, войдем в помещение. Видимо, это был выпрямитель. Это проигрыватель. Видите, как сразу в окошко заглянули. Кровать еще стоят. Тумбочка прикроватная. Там умывальник был. Можем зайти. Фотографии. Сделал уже довольно много. Сотни две, наверное. Налепил. Заходим в помещение. Вот он сам, собственно, собачник. Это, видимо, подсобное помещение. Ранее хода сюда не было доступа. Очень скудное освещение. Попробую фонарь достать, быть может. Когда фото делал, использовал вспышку, то и фонарь-то не поможет. Вот он, тумбочка. Ну, кровать, я же не знаю, с тех ли он, не с тех. Ух ты, тут написан альбом какой-то. Фотель был, видимо, гембельский. Да, это 20 лет, само мало как пустой. Там можно будет меню гидать. Вот он, да. Да, как бы была раковина. Посмотрели одну комнату. Вторую. Вторая не так уже благоустроенная. Как-то уж не знаю, что это было. Или не знаю, даже гадать не берусь. Главное, чтобы мы посмотрели. Потихонечку выходим с подсобного помещения. А тут что-то было, не знаю, даже боюсь комментировать. Вот как дерево упало, обломилось. Может быть, парник. Теплица. Подаем, видимо, какой-то был хитрый. Вот он. Мы долго тут не будем задерживаться. Пробежимся и пойдем дальше. Видимо, тут вольеры были. Там, в этих помещениях. Помещения эти. Тут, наверное, прогуливали собак. Не имею представления. Надеюсь, кто-то увидит, покомментирует. А по поводу комментариев. Ну, не знаете, конечно, не обязательно комментировать. Ну, посмотрели видеоролик. Что-то знакомо. Ну, оставьте на себе что-либо. Что оставить? Ну, лайк хотя бы. Что такое лайк? Класс. Нет другого способа выразить свое отношение к автору видео или фото. Пока что нет. Я недавно разместил более двух сотен фото по этому подразделению. Увы, пять-шесть просмотров каждого фото. Вот, например, номер шесть. Все они одинаковые. Эти будки. Не будки, вольеры или как. Даже не знаю, как называется. Помещение для собак. Номер восемь была, видимо, кличка. Тут, но со временем не только клички не осталось. А многого другого. Везде колючая проволока. Везде какие-то заборы. Вот здесь я где-то и видел двигатель. Да вот он, двигатель. Уж не знаю, от чего. Бегло. Не могу сказать. Территория какая-то хитрая. Вот это вот ткунгов стоят. Будки, или как выразить сказать. Вот оно, само это помещение. Где мы были с вами. Потихонечку идем сюда. Мы прошли с вами по этой, по одной только. По одному направлению. Сегодня. У меня была информация, что Сразу здесь, в сторону От спортзала, например, Влево Было КПП. А, ну я и пошел Сегодня. Увы. Никакого КПП, конечно, тут нет. Вот этот футляр для снарядов. Насколько я знаю Потихонечку будем выходить. Вышли. Справа от меня здесь Какой-то водоем Огромный. Ну, не огромный. Нет, это я опять Погорячился. Вот обороты. Все это было огорожено. Посмотрим на эти Этот водоем Тоже огорожено. А рядом Я определяю Как Пороль на помещение, что ли Сейчас мы намерены Попасть к нему Вот этот водоем Для чего? Наверное, пожарный водоем Ну, рядом не так уж, что рядом Ну, хотя бы метров 150, наверное Вот по этому направлению Немножко Правее Ну, что-то были Видимо, учебное было Подразделение А хоть бы выйти здесь Вот это все заборы Из колючей балки Вот мы выйдем Вот здесь мы выйдем Вот такие щиты встречаются Повсеместно Опять же, не повсеместно Но встречаются Как бы здесь нам выйти Так, чтобы не упереться Пойдем С обоих сторон Колючая проволока Слева, справа Надо попасть Направо Там, где Я говорил Учебное Какое-то подразделение Или караульное помещение Вот здесь мы выйдем Каючки залез Видеоролик будет, видимо Не короткий На всю катушку Тут можно мне на 29 минут Вот так можно Если пойдем Выйдем на это Отделение собаководов Мы же выходим Из этих ворот Вот они С обоих сторон Естественно Забор Из колючей проволоки Вон там Отделение собаковода А нам нужно выйти назад Я шел Со стороны спортзала Сразу налево Оказывается Когда я говорил Что Мною сделаны фотографии Всех объектов На территории Это я лукавил Невозможно Всех даже И Обойти Так быстро Вот сегодня Я зашел До ранее не был Склады Видимо Склады Вещевого имущества И Продуктового Куда же Изобрел Но Одеваться Некуда Надо идти Эти все Молодые деревья Новые Сейчас Мы выйдем На этот Как я говорил Здание Которое Определяю Как Караунное Помещение Как Учебное Подразделение Хотя Что я Говорил Комментирую Не есть Истина Как вы Понимаете Ранее Доступа Не было Поэтому В какой-то Степени Сохранились Вот эти Какие-то Два Объекта Рядом Уж Не знаю Для чего Я и так И так Заглядывал Может Быть Для разрежения Оружия Разрядки Не знаю Как сказать Другой раз Вот Сейчас Посмотрим На эту Шильду Ах Тут Ничего Не Написано Написано Обычно Учебное Место Номер Какой-то Необычно А Сегодня Которое Я встречал Водюсь Помещение Будет Сейчас Мягко Не Не Очень Светло Вот Это Помещение Которое Обозвал И Караульное Помещение И Учебное Подразделение Может Быть Тут И Жили Военнослужащие С левого Крыла Там С левой Стороны Щеточка Еще Осталась Сапоги Не будем Чистить Давайте Для чистоты Эксперимента Отправить Сапог И тут Где-то Видимо Был Крем Щетки Что-то Вешать Может быть Даже Да хоть Что Вешать Ах Вот Сам Да Приходилось Мне Сапоги Почистить Каждый День Вот Мы зашли Ну Темно Ребята Давайте Бегло Посмотрим Здесь Есть Умывальное Помещение Туалеты Улево Как Неудачно У нас Видео Получается Фотографии Есть Будем Фото Смотреть Довольно Большое Помещение Тут же Пирамида Для оружия Вот Она Ну Это Не Спальное Помещение Однозначно Это Тоже Боюсь Сказать Что Кое-что Видно И По Калидору Там Я видел Даже Таблички Были О Тут Даже Был Думал Сейф Вот Сейчас Мне Повезло Нет Не Сейф Это Щит Распределительный Освещение Периметра Написано Видно Так Видно Я Включал Свет Не Включился Электрики Видно Упустили Это Пло Что Сделали А Может Быть Я Не Так Сильно Крутил Или Не В Ту Сторон Вот Калидор Раковина Впереди Умывание Видимо Котельна Была Котельна 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 Раковина Где-то написано Комната Для Умывания Видно Нет ли Вот Номер Еще Котельна 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 С другой стороны Рядом Там Видимо Разводы Проходили Или Что Там Комната Хранения Рожи Может Быть Ну Это Понятно Что Быстренько Выходим Колючие Броводы Очень Опасно Ходить Здесь По территории Солнышко Выходит Пока мы Так Проходим Так Уже И Вообще Будет Хорошая Погода Тут Видимо Был Была Площадка Да Не Видимо Точно Не Могло Быть Зарос Все Быть Вот Мы Зайдем Там Что Что С С С С Учебными Процедурами Вот Я Говорю Здесь Видимо Был Развод Или Что Или Что Может Быть Нет Но Это Точно Для Хранения Оружия Тут Написано Первый Пост Второй Пост Никак Я не Прочитаю Какая-то Смена Двойная Смена Разводящий Вот Из-за чего Я делаю Что Это Наверное Все Здание Все Помещение И Есть Вот Как раз Связано С Караулом Может По-другому Называется Давайте В окно Заглянем Может быть Даже Учебный Класс Какой-то Если Кончится Видео То Это Время Дыра И каждый Раз Смотрите Как там Ловко Нам Пришло Давайте Сразу Заглянем Сюда Номер Видишь Он Какой Когда Фото Делал Заглядывал Может Надпись Какая Нет Это Для Надписи Хотя Были Надписи Много Чего Было Это Мы Уже Зашли С Конца Можно Сказать Отработка Штыковых Ударов Наверное Как Видите Лес Вырастет Какие-то Видно Стенды Были С Наглядными Пособиями Это Учебное Место Номер Три Учебное Место Номер Три Стол Что Это Был Или Похожий На Стол Учебное Место Номер 2 Обратите Внимание На Частый Забор Как Часто Сделан Выж Неба Раскочит Не Того Что Вражеский Лазутчик Конечно Буду Рад Если Этот Видеоролик Будет Востребован Как Впрочем И Другие Мои Видеоролики Довольно Много Делаю Фото И Видео Однако Просмотров Очень Немного Если Просмотры Есть Я вижу Что Есть Как Модератор Группы Я имею Возможность Просматривать Активность Группы Активность Участников Тысячи Просмотров Ежедневно 5-6 Лайков То есть Кому-то Понравилось Буквально 5-6 Человек А что Им не нравится А так По-другому Расценивать Номер Один Местечко Учебное Там Где-то Был Грибок Вот Грибок И мы Развернемся И уходим Как Слышите И видите Наверное Машины Здесь Ходят Рядом Дорога Через Зубов Вот Для Чего Тут Такой Был Фонарь Или Что Тут Такой Вот Грибок Там Был Вот Он Есть Все Загорожено Что-то Какое-то Диспособление Мы Уходим Отсюда Быстренько Рядом Еще Какой-то Контрольно-пропускной Пункт Сейчас Мы Посмотрим Вот Здесь Надо было Заходить В него Вот Мы И зашли Вот Здесь Вот Она Которая Говорю КПП Какой-то Помощник КПП Нет А далее Там Уже Помните Я говорил Подаем Мы Видели С вами Налево Там Будет Отделение Собаководов Вот Ветроэлектрогенератор Ветроэлектрогенератор Как их тут Много Сейчас Дорога Это Накатала Охрана Надеюсь Мы С ней Сегодня Не встретимся Как и Любые Другие Дни Это Склад Склад Материальный Или же Вещевого Имущества Рядом Продуктовый Вот Я тут Даже Увидел Кальсоны Солдатские Фотографии Есть Не будем Наверное Заходить Кстати Вот они Наверное И валяются Новые Совершенно Здесь Я встречал Да Вот тут Вот Кальсоны Полушубки Не валяются Или Тубы Это Склад Там Помещения Пустые Стеллажи Есть Будем И задерживаться Дорога Которой Я иду Дорогой Не назовешь Конечно Наждусь Ездить Броси Продовольствия Поступившие На Снабжение В Р А Фотографии Тоже Я Сделала Консервы Вкусовые Продукты Сахар Чай Рис Сигареты Горох Перец Всего Навала Пшеничная Крупа Овсяная Ячневая Крупа Не написана Можно Конечно Догадаться Там Есть Холодильник Ранее Тут Не было Я Не знал Я думал Что-то Связано С военным Таким Секретным Объектом Хранилище Боеприпасов А вот Тут Огромный Огромный Блокс Длинный Огромный Вдоль Дороги Пустой Пустой Он Совершенно Без Ухл Без Дверей Это Все Склад Видимо Тут Овощи Хранились В этом Складе Овощи Рядом Помещение Здание Так Импозантное Сдалека Думал Ну Тут уж точно Сейчас Залезу В этот Погреб Подвал Там Что-то Будет Интересное Интересно Было Только что Место Где Хранились Овощи Вот В этом Здании Крыш Остальное В земле Вот Этот Склад В котором Мы Сейчас Были Вот Я Говорил О Большом Боксе Рядом В ту Сторон Если Пойдем Будет Хранилище Нефтепродуктов Или Жень Заправка Фотографии Тоже Есть Уже Есть Сегодня Сделан Давайте Заглянем Этот бокс Пыль Рядом Он Помни Бокс Что Тут Стояло Что Тут Хранилось Надеюсь Вы Скажете Кто-то Выбросил Заехал Сюда Вот Через стенку Еще Такое же Помещение Вот Слышно Слышно Как машины гудят Это Мы Идем Вдоль Трассы С вами Трасса Номер 102 Трэйбрицын Трэйбрицын Юдебург Вот Здесь была площадка Я думаю Потому что Как бы тут заходила техника Этот бокс Среди этих деревьев Зонтик Отжил Своё Вот Это Помещение Полуподвальный Склад Рядом Еще Один Бокс Тут Велосипед Стоит Как Велосипед Надо Взять И Идет Не хочется Останавливать Соломоново Решение Давайте Сядем И Поедем Вот Велосипед Лукошка У меня Для того Чтобы сказать Охрань Я за грибами Какие-то грибы На территории Воинской части Вот Это Бокс Фотографию Мы сделали Сегодня Справа Будет Водоем Водоем Какой-то Странный Брошу Где-то Велосипед Чтобы Потом Выращиваться Не хочется За ним Давайте Бросим Все-таки У нас Не получится Пусть Пусть Эта Остакады Эстакады Я укажу На карте На спутниковой Карте Где это Находится Я думаю Вы уже и поняли Сами Или нагревалась вода, или очищалась, или мойка была. Смотрите какой водоем, о туалет я не видел, стояло еще, тут еще водоем.